Фосфорный некроз – это типичная профессиональная болезнь только работников спичечных фабрик. Ее узнаваемые признаки – это уродливая деформация нижней челюсти, нагноение, а также устрашающее бледно-зеленое свечение, порой вводившее в ступор окружающих. Первый случай фосфорной челюсти был диагностирован врачом Лоринзером из Вены в 1839 году. Пациентка была венской мастерицей спичек, которая в течение пяти лет подвергалась воздействию паров белого фосфора. Уже в 1844 году Лоринзер сообщил о 22 случаях фосфорной челюсти и установил токсическое действие белого фосфора. Каждую смену рабочие дышали ядовитыми парами в душных цехах. Одни перемешивали нагретые химические растворы, другие макали туда деревянные спички, третьи сушили и упаковывали ядовитый продукт. Производство спичек из белого фосфора обходилось дешевле, чем аналогичных, но безопасных из красного. Привлекательная экономика производства давала малые издержки и высокие прибыли, поэтому владельцы фабрик продолжали их выпускать. Первыми проявлениями фосфонекроза были зубная боль и воспаление десен. С каждым месяцем симптомы становились сильнее, воспаление превращалось в масштабный абсцесс, мог появиться и свищ, пробивающийся сквозь мягкие ткани нижней челюсти. Выпадали зубы, боль описывали как неотступную и нарастающую. Нетрудно догадаться, что разбухшая и гноящаяся челюсть издавала неприятный запах. По разным оценкам, порядка 11% контактировавших с парами получили некроз нижней челюсти. Для пятой части заболевших он был смертельным. К летальному исходу приводила не столько деформация кости, сколько сопутствующая именингит и сепсис. Удаление кости было радикальным, но часто неизбежным решением в безвыходной ситуации. В этом случае пациент мог потерять возможность полноценно принимать пищу и без ухода умереть от дистрофии. Когда число обратившихся за медицинской помощью работников значительно выросло, началась борьба за запрет белого фосфора для изготовления спичек. Большее число фосфорных челюстей зафиксировано в США и Великобритании. Рабочие спичечных фабрик Российской империи также нередко страдали от почти полного выпадения зубов. Точку в этой истории поставила Бернская конвенция 1906 года, которая юридически запретила использование белого фосфора в спичечном производстве. После чего в мире началась кампания по отказу от белого фосфора, длившаяся до середины 1920-х годов. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, берегите себя, всем пока!